Заболевание Майки не заразятся этим Практически не передающиеся заболевания Практически Единичные случаи известны, но это как казуистика Это часто рецидивирующие заболевания Вот может пройти несколько месяцев Благополучных, а потом опять появится подобное заболевание Но если химический состав пота К примеру, влияет на проявление подобных обострений То изменить химический состав пота не в состоянии Как есть такое отрождение, так оно у тебя и будет всю жизнь Лечение, как правило Вот и траконозол В течение 2-4 недель По 100 мг в сутки Вполне достаточно Взрослому человеку можно и по 2 таблетки То есть по 200 мг в сутки После еды Местно Салицилово-резерциновый спирт 5% И ламикон Вот тут кетоконозол Ламикон можно применять Спрей, если большие очаги поражения Или ламикон-крем Анабет Можно 2% йод-салициловый спирт Можно йод 2%-5% йод Борно-салициловый спирт Спиртовыми растворами нужно пользоваться обязательно То есть шелушивать этот больной верхний слой Выравнивать кожу Я никогда в своей практике Последние 10 лет Не применяю кетоконозол Для лечения Антимикотическими препаратами Почему? Потому что Очень часто бывает рецидив Очень часто А как зарекомендовали себя В отношении отрубевидного лишия Такие противогрибковые препараты Как флуконозол и клотримозол? Их рекомендуют Фуцис, флуконозол, флюзак Много препаратов флуконозольного ряда Но вы знаете И в том числе клотримозоловые мази Они дают хороший эффект Но я ими не пользуюсь По одной простой причине Для лечения подобного состояния Мне кажется лучше Вот и траконозол Если траконозол можно использовать С клотримозоловой мазью Это еще куда-нибудь допустимо А фуцис, флуконозол Для лечения Как отаблетированного средства Тем более системного На мой взгляд Может оказаться маловат Вячеслав Васильевич Мы говорили о том Что в некоторых случаях Отрубевидный лишай Сопровождается зудом Что предпринять в таких случаях? Как от него избавиться? Зуда практически не бывает Если он бывает То нужно попробовать Убрать это все спиртовыми растворами И ламиконом в спреи Спиртовыми растворами Йода и солисолицилки Или борной кислоты Борно-солициловый Резорциновый спирт Сделать 5% Будет прекрасно Но нет такого зуда Как скажем Вот при сахарном диабете Ничем не унимающий зуд Или старческий зуд Когда чешется постоянно Каждый Ну вот почесал Через 2 секунды Опять нужно чесать Такого зуда При отрубевидном лишении Никогда не было Можно ли при отрубевидном лишении В качестве профилактической И поддерживающей терапии Использовать Низорал шампунь Низорал шампунь можно Использовать для лечения Но в качестве профилактики В качестве профилактики На мой взгляд Это слишком дорогостоящая Профилактика Будет намного дешевле Чаще принимать душ Ухаживать за своей собственной кожей Следить за состоянием чистоты И все Это будет гораздо Гораздо дешевле И гораздо приятнее На мой взгляд Народные целители Предлагают при лечении Трубевидного лишия Использовать не только йод Но и уксус Всевозможные растворы Настойки Можно ли это делать? Можно Это единственное заболевание Где пожалуй Возможно Излечение народными следствами Достаточно быстро Замечено Что Этот грибок Не любит кислую среду Уксус 4-8% уксус Это кислая среда И вот если эту среду После окончания лечения Подкисливать То есть смазывать К примеру Один раз в неделю Один раз в день В течение недели 7 дней Одну неделю Потом 3-4 раза Один раз в день 3-4 дня Потом 2 дня Или 4-5 дней 3-4 3-2 дня И один раз В течение недели Пару дней Помазать Туловище Или те места Или полностью туловище Обработать 4-8% уксусом В периоды Когда Ты знаешь Что у тебя было обострение К примеру Обострение бывает В мае месяце Вот в мае месяце В начале мая Или со середины Апреля Можно Подкисливать Эту среду Уксусом То есть Подкисливать Кожу Уксусом И тогда Вероятность Того Что обострение Будет в мае Или в июне Ну можно Привести к нулю То есть Вот это Профилактическая Мера годится Редактор субтитров